Снова Анастасия Петрова, и сегодня у нас трансляция под интересным названием «Истантристки в паломнице» или же «Кекс. Это грех». И я планирую такую трансляцию-болтавку в своих последних приключениях, наблюдениях, инсайтах. Вот, и сегодня, сейчас открою свой планчик волшебный, вспомню, что я вам хотела рассказать. Я вам хотела рассказать о своей паломнической православной поездке Псков-Изборск-Печоры, потом немножко о ближайших мероприятиях, потому что много спрашиваете. Вот, и разные есть идеи, планы. Наконец, я собрала, по крайней мере, по ближайшим мероприятиям, собрала всё в единое расписание. Вот, тоже немножко поясню. Плюс были запросы на конкретные там вебинары. И немножко ещё поговорим о квантовых отношениях, потому что эта тема постоянно у меня звучит, постоянно что-то приходит к этой теме. Вот, так, сейчас я посмотрю. Привет, привет, Юль, вижу, Таня. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно, потому что у меня какие-то сегодня странные технические сбои идут. Может быть, что-то в атмосфере утреннее. Вот эта настройка классная, кстати, очень была. Сегодня такая на полчаса тоже в потоке. Телеграм почему-то не записалась, хотя я помню, что нажимала кнопку запись. Потом у меня мышка полетела, я её уронила и перестала крутить колёсико через всё как-то. Ладно, пусть всё налаживается. Сейчас очищающую свечечку нам всем зажгу. Вот, у нас теперь энергия огня с нами. Пускай все, кто будет слушать, очищаются от всего лишнего, ограничивающего, уже устаревшего, больного и ненужного. Вот так, создаю такое намерение. Видно, слышно? Хорошо. Спасибо тебе, Юлечка. Я сегодня без гарнитуры, потому что хотела как лучше. Потом мне пишут почему-то, что с гарнитурой слышно похуже стало, тише. То есть звук вроде на прошлых эфирах был ясный, но более тихий. И, видимо, то ли там надо микрофон ближе подносить. Ладно, это уже технические моменты, буду отлаживать. Давайте, что хотела рассказать. Во-первых, хотела поделиться своими впечатлениями о паломнической поездке. Во-первых, почему я вписалась в это дело, хотя наверняка вы знаете, что я, скажем так, не совсем православная девушка. Хотя глубоко верующая, но не религиозная. Я обычно так про себя говорю. Общаюсь с творцом во многом напрямую уже, без посредников. Но суть в том, что организатор Мариша Ленчук, моя тоже клиентка, она проходила у меня как минимум один курс по созданию любимого доходного дела несколько лет назад. И тогда она как раз уже начинала проводить вот эти поездки по Питеру, по Ленопластям. Ну, там сложности были с клиентами, как-то с раскруткой. Сейчас у неё аншлаги собираются. И она сама очень светлый такой человечек, открытый, любящий. И на её энергию я притянулась. И вот уже во вторую поездку с ней поехала. Вот, она как раз православная, но не зашоренная. Не зашоренная без долг, это меня привлекло. Хотя в поездке у меня не было ни конфликтов. Вы знаете, я человек неконфликтный. Но пару раз я почувствовала такие были девушки. Девушки все классные. Женская компания у нас была, приятная, очень тёплая группа. Общение прям кайфово-кайфово, вот как я люблю. Но у некоторых, ну, прямо звучало, знаете, вот такие жёсткие какие-то установки. Как правильно, как неправильно. И мы там немножко подискутировали с одной и чуть-чуть там с другой. Вот, и тоже это было очень весело, интересно. И у меня тоже стали приходить определённые осознания, наблюдения про православный Грегор. Вообще, ну, в основном, да, православный и в принципе про религиозный Грегор. Что оттуда можно взять хорошего. Конечно же, да, как в любом образовании. Ну, практически в любом есть что-то работающее, классное. И там очень много работающего всего. Я с огромным уважением отношусь, да, к христианству. Вот, тем более у меня бывают приходы, когда с Иисусом Христом как-то на связи ощущаю себя. Ну, для тех, кто догматичный, верующий, точнее религиозный, наверное, лучше не слушать этот эфир, да. Потому что у меня больше такие эзотерические духовные взгляды, духовно-энергетические. Вот, конечно же, это и наша история, это корни, там много-много ценных ресурсов. Много действительно и святых, и старцев. Это всё абсолютно мной принимается и уважается. Но какие-то есть искажения, которые я тоже почувствовала в очередной раз, которые я поняла, что я хочу про это поговорить, проговорить. И даже, опять же, ну, чтобы вы не попадались просто на эти старые какие-то программы. Вот. Поездка вообще началась весело уже с того момента. Таня пишет, видно, слышно, заинтересовалась. Сегодня я ученица льва. Слушай, интересно, а какого льва? Поясни, Танюш, пожалуйста. Ага. Поездка началась весело. Кто видел, уже я писала в пост, когда я с вечера собралась. У нас была встреча в 6.50, по-моему, метро Московская в Питере, а я-то живу в пригороде в Питергофе. И я подумала, что нашла раннюю электричку, подумала, что классно, как раз на этой электричке я успешно приеду в Питер на место сбора. Мы ехали на небольшом микроавтобусе. Вот. И такая мысль мелькнула, а если дождь? Я подумала, ну что, если дождь, вызовут такси, до станции, вообще никакие проблемы. И дальше снова на электричке, там уже всё недалеко. И там тоже, в общем, добраться просто уже. Ну, я просыпаюсь даже раньше, по-моему, времени, утром около 4 утра, в Питергофе. Такой шум ветра просто какой-то огромный. Деревья все качаются, ураганище, 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 и дождь, и ливень. Ну, я ладно, сейчас вызову такси. В итоге такси нету ни в приложениях, ни операторам, которым я звоню, местные службы такси. Не раньше, чем через час, а я уже стала звонить, уже ближе, ну, так сказать, к выходу. И, в общем, я понимаю, что у меня надо добираться самой, или пешком. Но тогда у меня все ноги будут мокрые под зонтиком, пешком под зонтиком один вариант, да. И часть низ все равно будет мокрые явно, потому что ветрюга, или на велике. В общем, в итоге я решила ехать на велике, и я почувствовала себя просто паломницей реально какой-то, которая проходит очищение, омовение, обдувание, все сразу, потому что велик сдувал никого народу. Полная тема, знаете, какой-то я пережила, наверное, такой мини-апокалипсис. Темнота, ни машин, ни людей. Это вот в 5 утра я ехала на станцию, вльет все джинсы, мокрый дождевик, спасает только спину с рюкзаком, спереди он напугается, тоже все мокрое. Вообще-то, это было весело. Но потом нормально уже все и добралась, поехала. И поездка была веселая. И что там у меня были за наблюдением? Так, где мы? Ну, как-то сегодня все странным образом переключается, куда-то теряется вообще. Где мой волшебный план? Ну, ничего, я думаю, что мы просто с вами в любом случае прокайфуем от общения. Это же самое главное, общение, любовь, свет. Что я там наболтаю, какая разница, да? Ну, то есть, конечно, тоже, наверное, может вас как-то расширить, да? Или просто подтверждения какие-то для себя услышать. Да, так вот. Так вот, один был момент, когда уже женщина-ка в возрасте немножко так мне строго сказала, тоже из нашей группы, что нельзя прикасаться рукой, ну, к иконам прикладывались, да? Там какие-то реликвии, опять же. Я к некоторым рукой прикасалась, тоже с почтением тоже. Нельзя рукой, она только вот губами. Я говорю, хорошо, я с уважением, хорошо, не буду руками. А потом начинаю спрашивать, а почему нельзя? А что? Никто, ну, вот из тех, с кем я поговорила, может быть, я не у всех еще спросила, там, да? Не у всех группы, ну, по крайней мере, вот. Вот, с тем, с женщин, с кем я разговаривала, никто мне не мог объяснить, да? Почему нельзя? Так надо, типа, так надо. Вот такие правила. Уже вот этот момент, меня немножко, я так чувствую, как-то, знаете, вот установки, возможно, там и есть глубокий смысл, я абсолютно не спорю. Но вот меня, конечно, смутило вот это вот, когда слепая вера. Я, в принципе, против слепой веры, именно вера правилам, да? То есть, когда мы верим правилам, не разбираясь в сути, просто потому, что кто-то сказал, да? И держимся за эти правила. Но это ладно, не прикасаемся, не прикасаемся. А вот следующее было более веселое, более веселая была дискуссия, когда мы с другой уже девушкой, я уже не помню с чего, поднялась тема секса, отношений, помпоры, отношения мы говорили, и она вдруг изрекает такую фразу, что секс – это грех. И вот это когда, при том, что она моложе меня по возрасту, ну, или ровесница, может быть, но точно не старше, в принципе, такая озорная, довольно нормальная, ну, женщина, девчонка. И вдруг я слышу такое, и тут уже меня еще более это заинтересовало. Я говорю, почему? Как? Монахи так говорят. Ну, в общем, секс, вот он только для деторождения, все остальное – это вот уже лишнее, это грех. И, ну, вот эта вся энергия, секс. А, и потом такую фразу тоже выдают. Вообще, таких женщин видно сразу. И тут я сижу, я уже осуществляю себя такой женщиной, которая видно сразу. И это, ну, всколыхнуло во мне, конечно, пласт. Знаете, наверное, каких-то вот бунтарства определенного. Я не стала сильно спорить. Мы, в принципе, хорошо поговорили, потом уже под конец и обнялись, и все. Но я просто, ну, вот уже стала говорить о том, что для меня, в общем, секс – это так же божественно, как молитва, как обнимашки, как и прочее. Вот, а она прямо вот очень настаивала, что вот душевная близость – это хорошо, да, это правильно. Вот она должна быть. А секс именно – это грех. И это опять же про то, о чем я раньше говорила, и много других мастеров говорят, особенно женщины, что многие столетия, да, у нас в социуме подавлялась женская энергия, вот эта вот шакти, вот эта вот проявленность женская, экстатичность, сексуальность, особенно в религии, да, что католицизм, что христианство – это просто вот женщина должна это все убрать, стереть, да и мужчину тоже, да, и стать таким оно в чем-то, да, ну, или же не оно, но в любом случае для меня это какая-то бесполость, да. Вот. И, в общем, на этой теме мы, конечно, подискутировали, да. И следующий мой вопрос был, стали мы тоже говорить про отношения, вот. Я, конечно, стала говорить, как обычно, про любовь, что для меня Бог – это в том числе и любовь, да, и это про любовь, и почему мы можем любить душой, но не можем любить телами, да, то есть это вот это противопоставление духовного и материального. И, соответственно, вот это вот я увидела, возможно, уже не все, даже потом с Мариной, мы когда говорили с организатором, вот ведущей, я у нее тоже стала, спрашиваю, думаю, так, Марина, секс – это грех по православию? И Марина как-то уже более гибко, открыто, ну, то есть так, по крайней мере, не дала мне такого категоричного, четкого ответа, что секс – это грех. Я понимаю, что более какое-то гибкое отношение. В общем, я поняла, что вот это именно то, что в таком жестком православии, скажем так, мне совсем не близко. Вот, но опять же есть разные последовательные, да, религии есть. На мой взгляд, на две категории, ну, очень приблизительно делятся вообще религиозные люди. Одни, находящиеся в детской позиции, это те, кто просто слепо верит, да, ну, вот как дети, да, папа сказал, что вот оно так, и я, значит, просто следую, что вот оно так и все, и не разбираюсь, и не слушаю себя, а как оно мне вообще, вот эти вот какие-то постулаты, идеи и прочее. И второй вариант – это уже более взрослая позиция, то, что я вот и у Марины увидела, у других там женщин, ну, некоторых, по крайней мере, когда есть открытость, восприятие, да, когда есть, знаете, опора все-таки на себя и на Бога, именно внутри себя, а не на какие-то правила со стороны. Вот, для меня это тоже было важно. Дальше, что еще? Дальше мы тоже подискутировали на тему, что надо постоянно жить, если ты вышла замуж, да, там идея тоже такая известная, то все надо, как там, Бог терпел и нам велел, да, надо, в общем, смиряться и молиться. Я говорю, хорошо, а если муж-алкоголик, например, или там дрочун, еще что-то, смиряться и молиться. И та же девушка. Если больше меня смотреть, прекрасная девушка, тебе привет, я с большой любовью. Вот, абсолютно просто, я поняла, что вот пока у человека он взял такие-то концепции, да, их транслируют, но насколько они эффективны и работающие в жизни каждого человека, у меня большой вопрос. У кого-то, возможно, они могут работать и помогать, и почему нет, да, но далеко не для всех, и я понимаю, например, в моей жизни это уже нечто устаревшее, да, для моей жизни, это то, что сто процентно не работало бы. Так, сейчас сделаю глоточек, что-то я разогналась. Посмотрю, если еще какие-то ваши комментарии. Можете, да, писать свои, мне не задать вопросы, я открыта. Вот. А, Тетерникова, конечно, Лев, Тетя, я так и подумала, кстати, но я не знала, что ты у него училась. Да, прекрасный Лев Тетерников, ныне ушедший уже на другие планы бытия. Я у него тоже обучалась немного, но застала, общалась, так сказать, пока он еще был в этом теле. Прекрасный мастер тантры, йоги, рейки. Вот. И тантру я очень люблю, Оша, и все, что, ну, такое здоровое, экологичное, касается работы с сексуальной энергией, в принципе, с энергией. Вот. То, что, опять же, в религиях не всегда приветствуется. Ну, опять же, не всеми. Ну, я думаю, что, скорее всего, возможно, это тоже изменится чуть позже. Скажу, почему. Вот. Короче говоря, я еще, опять же, послушав, да, вот эту идею о молитве и терпении, да, все, если ты вышла замуж, уже, как бы, выхода нет. Выхода нет. Ну, например, я представила, если бы я до сих пор терпела прекрасного отца своих детей, первого мужа Кирилла, я бы, наверное, я бы уже, наверное, не была на этом свете, просто, потому что, ну, это очевидно было, в какой-то момент мне было очевидно, что это просто, ну, не мой мужчина, замечательный отец детей, хороший, в принципе, мужчина, ответственный, много положительных качеств, ну, просто это не мой мужчина, да, ну, вот для любви, для, для, вот, именно отношения мужчина с женщиной. И, опять же, вот, я задумалась, если женщина глубоко и, скажем так, догматично погружена, да, вот в этот православный Грегор, если вот они так терпят, я потерпела тоже какое-то время, мне тоже хотелось быть хорошей, правильной женой, да, там, так сказать, как говорится, не лишать от детей отца, хотя дети не лишились отца вообще, даже наоборот, скорее. Так, что-то у меня челк, ладно, вот, а, в зеркальном, так интересно, в камере, в другую сторону все, в зеркальном это выражение, точно, да, ладно, то есть, вот, если женщины так же, вот, прямо годами, десятилетиями, да, терпят, молятся, и не испытывают никакого счастья женского, ну, это для меня, это уже, знаете, такое, искажение, очень большое искажение, искажение именно божественных энергий, божественного замысла, я глубоко убеждена, что один из замыслов, это чтобы мы здесь также пришли к состоянию счастья, единства, любви истиной, и со своими партнерами, да, там, с мужьями, с женами, с миром, вот, и, да, могут быть испытания, да, могут быть уроки определенные, но если это просто вся жизнь в испытаниях и в страданиях, это что-то не то уже, на мой взгляд, вот, что еще, что еще, да, и одна тоже была девушка в поездке, тоже такая веселушка, и там в основном все утром, рано воскресенье, вошли на исповедь, на исповедь, на причастие, потому что мы ночевали у стен, буквально у стен Печорского монастыря, и большинство и приехали за этим, я послушала себя, я, моя душа сказала, что мне не надо, не надо, а потом мы даже смеялись, хотя потом я пошла на экскурсию, да, по монастырю абсолютно с принятием, вот, благостные места, в пещеры, где старцы жили, захоронены, очень классная, ну, прям такая атмосфера, хороший экскурсовод у нас был, то есть вообще никакого сопротивления не было, но вот идти исповедоваться, и мы потом смеялись с другой тоже девушкой, которая тоже не пошла на исповедь утром, что если бы мы стали рассказывать все про себя, нас бы, наверное, выгнали из храмов, да, ну, даже начать тему, что я там люблю глубоко и долго женатого мужчину, да, ну, то есть понятно, что по церковным каким-то понятиям это грех, хотя опять же, я не знаю, возможно, сейчас уже есть, скорее всего, есть более открытые, какие-то продвинутые, да, те же священники, которые, или монахи, да, священнослужители, кто, я вот, кстати, не знаю, монахи могут исповедь принимать, может и нет, наверное, священники просто, да, которые не будут себя клеймить, как одну мою подругу, которая, давно это была, эта история, ее периодически где-то я рассказываю, сейчас, может, повторюсь, раз пришла хорошая моя подружка, и вот как-то мы с ней созваниваемся, разговариваем по телефону, она мне рассказывает, Настя, что-то все болит, что-то мне так плохо, врачи ничего найти не могут, чуть ли не вымирает уже, никакого диагноза толком поставить не могут, ладно, интересненько что-то, потом мы встречаемся, и она мне рассказывает по большому секрету, она была тогда, по-моему, в гражданском браке, но при этом уже детки были, ну, практически замужем, можно сказать, и вот она, скажем так, гульнула от мужа, ну, вот так у нее сложилось, какие-то сложности были в семье, в итоге, кстати, с мужем они потом все равно расстались, и когда человек идет, скажем так, налево, я из своего психологического опыта, опыта, расстановок, знаю, что это не удовлетворяются, какие-то важные потребности, да, что-то не хватало, и потом, а при этом она как-то в православие погрузилась, то время, и она пошла на исповедь, и она рассказала про это все священнику, батюшке, на что он ее очень сильно в чувство вины погрузил, наказал ей проговаривать фразу каждый день с поклонами, прости меня, Господи, грешную волудницу, и что-то там еще делать, и вот она просто настолько пропиталась, прониклась этим чувством своей грязности, чувством вины и прочим, что просто тело начало разваливаться, и вошла психосоматика, я когда слушалась, и честно, у меня волосы дымом стояли, потому что, ну, блин, ну, что это такое, это просто вместо помощи, на человека нахлобучили, помимо того, что ей так было не сладко, да, если бы было все сладко в отношениях, вряд ли бы, ну, адекватная женщина пошла бы там что-то с кем-то флиртовать, причем, насколько я помню, там разовая какая-то история была, вот, а тут у нее еще сверху, на нее еще нахлобучили, да, вот это все, и самое интересное, что мы с ней тогда просто выговорили, я ей сказала, Таня, все это снимай, все это убирай, в общем, это все, тебя это не касается, забудь, пожалуйста, с тобой все хорошо, да, ну, стала объяснять какие-то принципы, там, семейных систем, в принципе, системной терапии, что, да, значит, система требовала каких-то еще энергий, да, но если так случилось, значит, так оно было нужно, и обвинять себя, там, корить, смысла вообще никакого нету, потому что только хуже становится, в итоге, она очень быстро поправилась, после этого нашего разговора, все просто стало замечательно, и никаких проблем со здоровьем, и насколько я знаю, уже с православием тоже как-то плавненько все сошло на нет, вот, и таких историй у меня не одна, ко мне приходили, почему я так, у меня двойственное отношение, наверное, к православию, с одной стороны, я знаю, и я общалась, кстати, с очень такими продвинутыми, мудрыми священниками, была у меня ситуация, когда бабушка покончила с собой, по маминой Ленис, которая росла, в общем-то, она у нас там учудила, тоже выкинулась из окна, с четвертого этажа, и родители были не очень после этого всего вменяемые, ну, то есть, маме очень тяжело все это далось, очень, он, конечно, справлялся, но понятно, что тоже, и я тогда пошла, как раз в церковь, не знала тогда других методов, чтобы это все как-то сгармонизировать, потому что бабушка и ко мне являлась после этого, да, там, прямо, ну, ощущала, просто она ко мне приходила в полусонном состоянии, когда я была, и я ощущала, как ей не сладко, вот, что-то сейчас интересно, пошел разговор в такую сторону, куда я не планировала, видимо, тоже на чем-то надо, и дома очень было тяжело, ну, просто вот, сейчас вспоминаю, очень тяжелая атмосфера, конечно, после этого всего, я сама, молодая девчонка тогда была, может, 20 с хвостиком, я пошла в церковь, договорилась со священником, и попросила, ну, договорилась, чтобы он пришел осветить квартиру, я чувствовала, что надо чистить пространство, не было еще энергетических практик, особо у меня в арсенале, нужна была поддержка, и он оказался, прям, очень адекватным, я помню, мы с ним говорили про энергии, говорит, может быть, у вас там энергии какие-то, там, не очень благоприятные были, в доме, еще что-то, и вот он, прям, очень, я помню, меня поддержал, и реально стало легче в квартире, после вот этих его процедур, поэтому, поэтому вот у меня двойственное ощущение, я понимаю, что есть, так, почему святия не разорваны, так, я надеюсь, что сейчас восстановится, так, ладно, очень интересно, веселый денек сегодня, кто там нам мешает, перед подключением успешно, хорошо, надеюсь, трансляция идет, вот, то есть, понимаем, что есть и много хорошего, но при этом, вот после таких рассказов, еще была у меня женщина, тоже довольно давно, после православия приходила вся больная, развалившись, развалившаяся практически, с похожими историями, как она ощущала себя очень грешной, грязной, и что постоянно, ну, ты слышишь вот это вот, по крайней мере, в ее реальности было так, что она слышала, да, в церкви еще где-то, вот, про грехи, и в какой-то момент она просто поняла, что если она будет в это погружаться, да, слишком, и то она просто тело в своей потеряется, и станет или инвалидом, или вообще уйдет мир иной, ну, опять же, да, важно, везде здравый подход, так, сейчас я посмотрю, что у нас тут с эфиром, так, эфир вроде как идет, это хорошо, дальше, 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 а, еще у меня, кстати, вот, два дня, да, поварившись, поварившись, вот, в этой компании, в этих энергиях, что я еще осознала для себя, увидела, что, по моим ощущениям, эгрегоры сейчас тоже меняются, в частности, и православный эгрегор, как будто бы там становится больше жизни, уходит как-то вот эта жесткость, и действительно, даже в монастыре, мы когда видели, там проходили монахи, там кто-то у них благословение бросил, священники, и часть такие суровые шли, а часть прям радостные, и один там особенно прям махал, улыбался так радостно, но вот для меня это был показатель тоже того, что вот эта вот атмосфера страданий, да, как суровости какой-то, которую раньше я наблюдала в церквях, монастыря, она сейчас тоже начинает меняться, потом мы еще по дороге уже в Питер, в автобусе, мы посмотрели очень классный фильм, называется Непослушник, как раз таки тоже про монастырь, там религиозная тематика, но при этом он с большим юмором сделан, и главный герой там нарушает, как раз очень многие правила, да, почему он непослушный, непослушник, потому что он ведет себя вообще не по канонам, ну, плюс вначале он там очень неверующий, такой блогер, но при этом он вносит живую струю, этот монастырь, который закоснел уже, где там ни воды, ни электричества, ничего нет, они там живут в прошлом веке, монахи, да, такие все, как-то, умершляют плоть, вот, а он со своей смекалкой, с юмором, да, вот с какими-то находками, он просто привнес новые энергии, и у меня тоже пришел такой омжет, что вполне возможно сейчас вот в те же давние эгрегоры религиозные, по крайней мере в православие, как будто выливается тоже новая жизнь, и они начинают трансформироваться, потому что, ну, опять же, многие уже знают, да, особенно те, кто в духовных практиках, в эзотерике, эзотерике, что у меня с ОБС происходит, почему ты меня разрываешь, какую-то табличку мне пишут, ладно, пусть все будет, пусть связь будет устойчива, вот, и о чем я говорила, улетела мысль, это меня тут отвлекает программа записи, улетела мысль, ну, ладно, в общем, в общем, меняются, да, меняются эгрегоры, и как будто больше жизни, больше жизни в них приходит, вот, дальше, да, и вот, а еще вот этот фильм, тоже, я даже смотрела, прям плакал там местами, потому что там очень много было, вот именно, знаете, то, что затрагивает сердце, и то, что пробуждает энергию, безусловно, любви, вообще энергию любви, и для меня приоритет, опять же, какая бы ни была структура, система, если там любовь, насколько любовь там течет, проявляется, да, выражается, или нет, да, и в человеке точно так же, но второстепенно, какой он религии, да, а первостепенно, наверное, насколько он открыт сам, вот этому свету божественному, и может его проводить, и может его видеть других, и соединяться на уровне этого света, и, соответственно, соответственно, когда мы выходим на этот уровень сердечный, то там все вот эти религиозные разногласия, да, национальные какие-то разногласия, они все нивелируются, и мы можем приходить к единству, к согласию, да, к миру, и наоборот, да, не зря говорят, что, как это, темные силы, да, один из их принципов, разделяю властвую, властвую, соответственно, соответственно, еще раз мне показали, да, что когда мы ставим приоритет какие-то догмы, да, какие-то вот жесткие установки, то начинаются, ну, какие-то или терки, или непонимание, или отдаление, мы с этой девушкой, даже про секс, когда общаемся, я чувствую, такое напряжение пошло, ну, прям такая жесткость, и я постаралась перевести это все, про любовь, знаете, так вот, на юмор, смягчить, и оп, снова в единство, да, соответственно, нас всех сейчас обучают, выходить за рамки вот этих концепций, ограничений, установок, выходить на уровень сердца, выходить выше, на уровень единства, и там очень легко все это разрулить. Может быть, сумбурно говорю, ну, как идет, друзья, как идет. Напишите, у вас прерывается, трансляция, напишите, пожалуйста, кто тут у нас есть, вот, потому что я не понимаю, если бы это очень странно, в техническом плане, день, дальше, да, и тут же вспомнился мне анекдот, вот, как раз таки в тему секса, когда, там, прихожанину батюшки спрашивает, батюшка, а секс без любви это грех? Ну, что батюшка отвечает, чего вы к этому сексу-то привязали? Без любви все грех. Соответственно, дело вообще не в сексе, а дело в том, что если ты занимаешься чем бы ты ни был с любовью, то оно, как правило, все благодатно и благоприятно. Вот. И наоборот, если ты сексом занимаешься без любви, только ради рождения детей, и еще и думаешь, что это грех, и надо побыстрее закончить, для меня это вообще полный трэш какой-то, и вообще не божественно. Все, конечно, божественно, но вот это очень странно, очень странно. Вот. Дальше. Так. А, и еще тоже в посте я уже помещала, сейчас хочется еще раз прочитать, когда мы были, ну и были в монастыре уже, в пещерах, потом мы были в кельях старцев, и там висели такие таблички с их изречениями, какими-то мудрыми фразами. Мне очень понравилась Теана Крестьянкина фразочка. Нам уже не надо забывать, что мы сотворцы творцу, и без нас самих никто нас спасти и помочь нам не сможет. Вот. То есть это для меня было тоже очень большое какое-то такое расширение и подтвердение того, что те же старцы были далеко не дураки. Вот. Действительно обладали большой мудростью и понимали, что мы сотворцы, мы не рабы. Вот оно, да? Вот что мне писали тоже в комментариях, что многим не нравится в православии, вот это вот выражение, да, рабы божьи, что мы как рабы. Да, и сейчас явно и однозначно время вот этого рабства уходит уже духовного, душевного рабства, состояния какого-то маленького человечка. И вот даже в монастыре я прямо увидела, мне буквально в глаза бросилось, да, вот это вот табличка сразу, что мы сотворцы, да, что мы сотворцы, мы такие же творцы, как большой там творец, мы такие же боги, как и единая там божественная энергия. Вот. Дальше. Так. Ну и в общем, да, тоже в этот раз вот мне уже не сильно встретились, да, вот такие вот, ну, какие-то жесткие, скажем так, люди с жесткими какими-то догмами, догмами или концепциями, но до этого мы ездили в Ивангвард, я, кстати, этого почему-то не слышала, девчонки вспоминали, что там тоже какая-то женщина была, которая там чуть ли не проклинала нашу группу, потому что женщины в брюках, да, или раньше, я помню, что в церковь заходишь, с подругой мы как-то ездили в Москву, точнее мы летали в Индию через Москву, в Москве остановились, и в храм, в главный московский храм пошли, и у нее что-то были тоже какие-то припятия любовные, какие-то вот страдания, боль, и она очень хотела в церковь пойти как раз как-то так пообщаться с Богом, перед, вот пошла к какой-то иконе, и на нее налетела буквально служительница, что-то она не так сделала, буквально наехала, и она вышла в еще большем расстройстве, в слезах из этого храма, ну опять же, ничто не случайно, видимо ей так надо было, но я вспоминаю, периодически тоже встречала каких-то полусумасшедших женщин с явно подавленной сексуальной энергией, которые на всех набрасываются, а сами, ну типа такие религиозные, а почему вот эта вот агрессия идет, потому что сексуальная энергия заблокирована, подавлена, вот эта женская шахти, женская экстатичность, и естественно, она уже ударяет, видимо, в голову, и вот, не зря, если, ну грубое выражение, буду его произносить, да, что если женщина не до, то вот у нее, да, и начинается, начинаются все вот эти эмоциональные, какие-то человеческие сложности, вот, вот так вот, вот так вот, и опять же, сейчас очень много идет информации, подтверждение, что идет воробуждение истинного женского начала, и важно, и мне, некоторые девчонки мои, в возрасте 60-70 плюс, пишут в личку, что у них такие состояния начинают раскрываться, или сны, или просто в жизни, что вот с возрастом, это экстатичность, состояние наслаждения, именно вот такого, не просто благостного, где-то там в голове, дальше в сердце, а вот именно телесного наслаждения, оно не уменьшается, и мне кажется, это вообще очень классная новость, потому что сексуальная энергия, это жизненная энергия, и женщина может цвести, 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 если она позволяет этой энергии протекать, если она не закрывает себя, да, там, не уходит в монастырь или на дачу, да, там, с внуками, а если она продолжает взаимодействовать с мужской энергией, с мужчиной, вот те женщины, скажем так, возрастные, с кем я общаюсь, которые мне раскрывают какие-то свои секреты, они как раз в открытости именно продолжают ощущать себя женщинами, а не просто бабушками, да, и продолжают так или иначе взаимодействовать с мужчинами именно из женского состояния, и это и продление молодости, и продление красоты, и хороший уровень энергии, и раскрытие действительно вот этого состояния счастья, наслаждения, экстаза, млаженства. Те состояния, которые сейчас, в принципе, всё больше начинают раскрываться на земле, если мы от них сами не закрываемся и не блокируемся. Конечно, если в душе где-то там или в подсознании будут сидеть установки типа секс – это грех, то наше тело, мы не позволим себе и своему телу прожить этот, знаете, вот эти экстатические состояния, соединения и с любимым мужчиной. И это же не только, это можно проживать индивидуально, просто в соединении, когда ваши мужские и женские энергии взаимодействуют, когда вы просто соединяете с этим миром. Можно испытывать состояние экстаза, оргазма там от всего, от души, от ветерка, от лицезрения, красивых видов природы, от самой себя. Главное – кайфовать от самой себя. Вот сегодня на утренней трансляции в Телеграм, которая не записалась, на стройке мы там делали и расчищали пути. Может быть, я повторю, потому что жалко, конечно, что-нибудь, какие-то сбои с записями. И мы там работали с целью, через Тета Хилинг прощищали дорогу и получали подсказки, что сделать нужно, чтобы эффективнее реализовать вот эту цель, дойти до цели, до мечты. И мне очень чётко пришло два слова в Тета состоянии, в этой медитации. Как вы думаете, какие? Сейчас, глотно водички. Есть версии, можете написать. Кто будет в записи, слушайте. Можете поставить на паузу, написать. Вообще, пишите на YouTube, я надеюсь, что запись будет выложена. Лайки, комментарии. Пересылайте друзьям. Глубоко православным не надо пересылать, наверное. Хотя, кто знает. Ой. Прерывается. А, прекратилось. Прошу, так. У меня вроде идиот. Сейчас, напишите, как сейчас. Прерывается. Сейчас опять. Так. Прошу, творца посадьбе, сонный любовь, если продолжить трансляцию. Так. мне показывают, что вроде идиот, дорогие. Напишите, пожалуйста. По-моему, вот у меня убрались эти всплывающие окошки. Сейчас есть. Спасибо, Аленушка. Да, я не знаю, что это. Какие-то эти. Надо послать любовь всем, как это, силам сдерживания, назовём их так. Может быть, и православному Грегору тоже, видимо. Он говорит, что-то тут вылезло. Всё, всех уважаю, люблю. Да, тоже сила же большая. Хорошо, хорошо, хорошо. На чём я остановилась? Ну, в общем, да, про сексуальную энергию. Что, и это же и здоровье тоже, да, опять же, если мы считаем, ну, мне кажется, это вы уже все всё знаете, да, просто, опять же, может быть, кто-то будет слушать, кто ещё не осознавал какие-то вещи, недоосознавал, или, может быть, вы откопаете, что где-то внутри что-то такое ещё сидит, и просто прямо сейчас предлагают всё, отправить в свет творца все эти ограничения, все эти установки, что секс — это грязь, что плоть — это греховно, что духовно — это прекрасно и возвышенно, а земное — это всё тлен, грязь и грех. Вот это всё. Давайте прямо сейчас почистим, расчистим, сожгём в огне вот эти прекрасные свечи, отправим в свет творца и заявим вселенной, что мы готовы жить в гармонии духовного и материального, что мы с уважением и с принятием относимся и к духу, и к материи, и что, возможно, и безопасно это всё соединяет. И, возможно, духу не сходить в материю, и материя отдухотворяться. И это всё равноуважаемые, как это сказать, планы, да, планы бытия. Вот. Потому что, опять же, я тоже такая, думаю сегодня, ну, если девушка в моём поле это сказала, что секс — это грех, это же тоже я, это же тоже отражение моих каких-то где-то глубоко ещё сидящих установок, ну, так-то по идее. Я такая, окей, поняла, спасибо. Значит, надо ещё глубже прорастить вот это сознание от божественности всего. Вот. Опять же, если мы хотим материализовывать здесь, на земле, тоже говорил уже утром, что сейчас просто приходит очень много образов энергии, информации, что вот уже новая реальность, она уже создаётся прямо сейчас. Уже есть островки, пространство на тонком плане, на физическом плане уже начинает проявляться новой, новой земли, новой реальности. Райской, по большому счёту райской реальности, где красивая, знаете как, красивая обстановка, здоровые люди, красивые события, красивые отношения в любви, в единстве. Вот. И важно, чтобы туда попадать нам надёжнее закрепляться и создавать самим дальше эту классную новую реальность. Важно выкорчёвывать из себя остатки вот этих вот дуальных концепций вот этого противопоставления, вот этой борьбы, расчищать. Расчищать. Фу. Вот. Да. Да, да. Это вот вчера настолько у нас была в Баклажане в Питере встреча по нейрографике, уже далеко не первая, и это каждый раз экстатичнее, экстатичнее. И вот у меня реально было вчера состояние почти весь день, что я в раю нахожусь. И погода была солнечная. Сегодня меня немножко так поребило наши дожди, опять ветер, серость. Ну, я решила, выйду на трансляцию и зажгу себя. И, возможно, немножко вас огонька захотелось добавить. А вчера это просто, вы знаете, при этом мы очень глубоко заходили, работали с большими масштабными целями. Да, поднимались какие-то симптомы, напряжение, сопротивление, у кого-то нежелание продолжать. Но это всё преодолевалось и с любовью, и со смехом. И во второй части занятия мы просто ржали. Там какие-то сюрные происходили ситуации. Официанты у нас сменялись из маленького скромника какой-то богатырь вдруг являются чуть ли не в ориоле. Потом мне приходят, приносят мороженое, я заказала шарик, один мороженое десертик, в какой-то чуть ли не в кашпу какая-то огромная такая ваза интересная. Настя чебурек и какой-то огромный раздутый чебурек, который в жизни никто не видел. Стали его фотографировать. И при этом я вот сейчас даже рассказываю, я понимаю, что это вот тоже проявление новой реальности, что-то необычное начинает происходить, что-то, но при этом оно такое очень какое-то радостное и смешное, веселое и много веселья. И, кстати, администратор даже вчера в ресторане, я когда пришла, выбирали, где, с каким столиком мы будем сидеть, потому что на наших излюбленных террасах уже холодно стало. Вначале тоже такая была серьезная, все, а потом мы попросили ее сфотографировать нашу группу, и мы с ней стали смеяться, и она так открылась, ну вот как все как будто ангелы вокруг, и просто надо уже как-то да. Надеюсь, ну вы энергии словили, условили, энергии такого какого-то райской земли, райской земли. Сейчас есть, ура, пасибочки, ура, Валечка, это твоя безусловная любовь, безусловно, любовь Творца, конечно же, сработала. Мы снова на связи, так сказать. И некоторые силы не дали нашей трансляции сорваться. Дальше, сейчас я вернусь к твоему буланчику, все-таки, что там писала. Так, 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 так. Ага, еще, вот у нас радуги тоже были в поездке, тоже для меня это прям такой знак от высших сил, что мы с вами. Хорошо, давайте немножко расскажу о ближайших мероприятиях, а там посмотрим. Мне кажется, блок еще есть про квантовые отношения, но с другой стороны уже почти час мы тут общаемся. Так, смотрите на расписание, открываю расписание, выложила у себя ВКонтакте на страничке, продублировала в канале Телеграм. Кто еще вдруг не с нами в Телеграме, подключайтесь, ссылка будет под видео, на Ютубе точно, ВКонтакте надо, наверное, тоже ссылочки помещать. Смотрите, в субботу уже, в эту субботу в 10 утра время все московское. Открытый эфир будет, скорее всего, здесь же ВКонтакте, что-то Телеграм пока меня смущает, там записи не очень, не всегда делаются у меня, по крайней мере, эфир под названием «Обережное поле для наших мужчин». Женщина своей любовью и невидимой волшебной силой может защитить и исцелить своих близких мужчин. Вот, получила я сообщение в личку от девушки. Анастасия, здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли нарисовать алгоритм помощи наших мужчин, сыновьям, мужьям, братьям, которые находятся в зоне СВО. У меня муж через пару дней на задание уходит, я боюсь, что может мне вернуться с него. Я думаю, многие бы захотели рисовать такой алгоритм. Я не могла не откликнуться на такую просьбу о помощи и возникла идея в принципе через рисунок, через намерение, через энергии поддержать наших прекрасных мужчин. Потому что мужчинам сейчас тоже нелегко. Турбулентность, то, что я сегодня услышала образ, что мы как в шлюзе находимся, как корабль, который из одного русла реки там переходит в другое и перепады высот. и вот так нас может трясти и мужчинам непросто. И очень хочется им направить свою любовь, очень хочется создать такое нежное, обережное поле для всех вообще наших мужчин, родных и близких. Ну, я понимаю, что у кого-то мужчины в горячих точках сейчас, у кого-то здесь трудятся, у кого-то даже может не трудятся, что-то там даже, ну, всякое бывает, да, там бывают мужчины болеют, бывают мужчины на пенсии, но в любом случае им всем нужна наша любовь. То есть прям ах, что-то чуть ли не это не проследила сейчас, как будто, ну да, что-то такое в поле происходит, какое-то исцеление, какое-то исцеление, что-то про исцеление мужского и женского, вот, вот такое сейчас идет, и идет, знаете, такое, что мужчины же часто не показывают, они не показывают свою боль, они не показывают свои страхи, ну, типа, я же крутой мужик, я должен быть таким кривнем, ну, или только бывает показывают, когда напьются, да, я помню, первые мыши у меня Кирилла, обычно, ну, а если наквасится, все, вот тут эмоции, сентиментальность, не остановить, вот, излияние какие-то, но это тоже не лучший вариант, вы же понимаете, да, вот, и, и очень хочется тоже их как-то, просто отправить им свое тепло, душевное тепло, любовь, благодарность, то огромное количество вещей, которые они для нас делают, как они держат этот материальный мир, как они все устраивают, да, может быть, не суперидеальным образом пока, но в любом случае мужская энергия, это сила, и это огромная часть нашего мира, в общем, хочется вот поволшебить, да, такой сделать женский круг, женскую магию, на защиту у мужчин, ну, защиту именно по-женски, да, не очень, я думаю, что благоприятно, хотя иногда, может быть, и такое надо, да, вставать там рядом, как амазонка, но в большей степени мы можем поддержать их энергетически, просто направляя им тепло, любовь, и выравнивая вот это вот общее поле, вот, и тогда им, конечно, будет легче справляться с разными вызовами жизненными. Так, это я только про одно мероприятие рассказала, ой, сейчас хочется, потянуться, что как-то не особо размялось сегодня, просидели бы с дочкой дома, у нас же у меня учится онлайн, я работала тоже онлайн сегодня, и такая погода, что даже не захотелось насловываться. Так, дальше, дальше, воскресенье, 15-го, тоже утром, что-то там написал, в 10 утра, да, нейродрайва открытого не будет в это воскресенье, но будет нейрографика бесконечное изобилие, вот та самая восьмерка, которую мы уже с вами рисовали в Телеграме на днях, в понедельник, но которая не записалась, то есть записалась без видео, только аудио. Есть в Телеграме аудиозапись, кто уже, а с нейрографики, можете просто, конечно, под аудиозапись порисовать, догадаться, что там, как рисуется, и вот, но кто хочет с видео, со мной, глубже, плюс ещё, ещё что-то я там планировала сделать практики на изобилии, да, вот, где у меня описание, сейчас, так, ну, в общем, явно мы ещё, кроме рисунка, мы сделаем какие-то практики, чтобы почистить как раз-таки вот наши заторы, может быть, индивидуальные экспресс-сессии тоже проведу, да, смотря, сколько народов будет, и это будет за донейшн, потому что мне в открытом эфире опять второй раз проводить, мне уже неохота, вот, мне хочется тоже какой-то материальный эквивалент обратный получить, вот, поэтому, в принципе, любая сумма, да, по вашим ощущениям, также можно будет пройти в записи, в общем, до занятия, после занятия, вы просто переводите мне любую сумму по сердцу, и участвуйте, да, вот в этом вебинаре, в закрытой группе он будет проходить, возможно, в зуме я сделаю, потому что в зуме у меня с записями, слава богу, проблем нету, мы там в тета-клубе встречаемся регулярно, вот, там удобно камеры переключать, в общем, все прекрасно, соответственно, вот эта вот восьмерка изобилия, техника на, как раз-таки, на баланс духовного, материального, на запускание вот этой вот такой энергетической восьмерки, чтобы на тонких планах у нас энергия материализовывалась, то, что мы хотим, какие-то ощутимые вещи, на позволение себе жить в этом материальном мире, принимать, манифестировать, материализовывать эти разнообразные вкусные материальные блага, вот, и плюс на контакт, с духом, чтобы это не было в отрыве от тонких планов, в общем, баланс и духовное, материальное изобилие, ну, и сама по себе, у меня уже многие прям так оценили эту технику, очень красивые, интересные рисунки получаются, и у меня уже девушка вчера увидела у другой девушки вот этот рисунок восьмерка, уже мне сразу донейшн унесла, говорит, все, Настя, вот, я хочу, хочу в этом участвовать, и я поняла, что мне надо уже это организовать, запланировать как-то, вот этот вот вебинар, так что это воскресенье, ну, все, да, и поделаем практики, тема духовного, материального изобилия, потом, в четверг, тоже уже запрос был, в четверг, 19 вечером, кстати, 19 в 19 вечером, это уже будет диагностика исцеления внутренних мужских и женских энергий, внутреннего мужчины, внутренней женщины, посмотрим, в каком состоянии находятся ваши мужские и женские энергии, отношения, главное, еще между ними, если перекосы, если незрелость, если раны, травмы какие-то, и обязательно сделаем практику на их исцеление, гармонизацию, и вот там точно будут индивидуальные разборы, такие экспресс-сессии, это уже за денежку, энергообмен, 2200, тоже, скорее всего, в зуме, запись будет уже, вот, можно онлайн поучаствовать, конечно, хорошо бы, если нет, просто в записи вы это тоже проходите, и это тоже очень мощно, и потом можно будет, опять-таки, уточнить что-то у меня, вот, чат, скорее всего, сделаю, да, по этому закрытому вебинару, там уже глубокая работа, будет, такая вот, практически индивидуальная, но гораздо бюджетнее, чем моя, там индивидуальная сессия, индивидуалка, сейчас у меня 9000 стоит, кто спрашивал, решила пока не повышать, уже были идеи, но я понимаю, что некоторым и такая сумма уже, кажется, большой, но я очень быстро работаю, да, очень глубоко мы копаем, очень много сразу трансформаций, я не рассусоливаю, это не просто, знаете, вы мне до бесконечно что-то рассказываете, нет, мы работаем, дальше, по средам, в Телеграме также остаются по средам утром у нас тета настройки, по воскресеньям нейрографика, нейродрайв, вот регулярный тета-клуб идет, в личку подробности пришлю, описание, я пусть тоже сделаю, кто просил, в Питере у нас продолжается вкусная нейрографика в баклажане, круг подарков, что-то напомнили про него, тут, там расстановка нейрографика будем делать, пальчиковая расстановка, это 18 октября, утром тоже в 11.30, никак нам из баклажана, никуда уже не хочется что-то переезжать, потому что там каждый раз как-то, ну, все вкуснее и вкуснее, новые блюда, кстати, у них меню поменялось, ланчо мы заказываем, домашние обеды у них, по-моему, называется, прям бюджетно и сытненько, мне кажется, женское, женское, прекрасное времяпрепровождение творчества в красивой обстановке, а, и в субботу, 21, уже без нейрографики, чисто ресурсные расстановки, открытие нарок, там, где мы будем ходить по пространству, убирать препятствия, чувствовать, исцелять, ресурсировать это, ну, вот это тоже уже, ну, понятно, платная программа, а, еще у нас родилась тут с прекрасной Маришей Исаевой, которая была с нами в туре по Прельбрусью, да, мастер из Питера, идея трансформационной поиски Выборг, вот, у меня недавний опыт, да, вот мы там с Юлей возили в Прельбрусье, Мариша сама недавно возила Владимир тоже по местам силы, плюс мы давно работаем, с людьми, она у меня обучалась тоже на курсе по продвижению, и планируем тоже мощный трансформационный такой небольшой тур на три дня, в пятницу, субботу, воскресенье, с 27 октября, и там ибо кайфовать, и погулять, и в Парк Монрипо, и интересные места в Выборге, в приличную гостиницу мы уже нашли, Мариша уже, забронированные места, вот, и главное, это будет, будут практики, будут практики, и будут работы с вашими запросами, прям целенаправленные, ну и плюс, всегда хорошо сменить обстановку, и где-то, я сама люблю, где-то вне дома, да, прорабатываться, потому что тогда меньше триггеров, да, каких-то, старых связей отключается, ну что, дорогие, что-нибудь, давайте немножко еще про квантовые отношения, будем завершать, Мариша, спасибо за такое намерение помощи нашим мужчинам, да, это спасибо девушке, которая мне написала, да, вот, потому что, кстати, еще информация уже пришла, вот, как раз, в моей поломоческой поездки, тоже, там, Марина рассказывала, она еще является, как, добровольцем, помогает ребятам нашим раненым в госпиталях, ходит в госпиталя, там, их тоже отвозят куда-то, их там, на экскурсии, да, кого-то в колясочке, кто-то, кто-то сам при храме выходит, в общем, и когда после этих тоже рассказывал, как, ну, в общем, ну, мужчины страдают, да, мы, может быть, не всегда это видим, да, я вообще в последнее время была немножко оторвана от этих социальных каких-то событий, но это присутствует, и это важно тоже давать этому месту и давать поддержку, насколько кто может, да, я своими методами, да, кто-то ходит, да, как вот волонтеры, недоброволец, волонтер, волонтерами, вот, помогает, кто-то собирает там вещи, какие-то посылки, и это все важно, это все, ну, тоже работает на, ой, на поддержку, вот, поэтому, да, что еще, что еще, ну, давайте, поставьте плюсики, кому еще интересно, что-то про квантовые отношения, что, наверное, много всего есть, поддержите меня плюсиками, ух, ну, я согрелась, реально, я прямо согрелась, бодрилась, я эфиры для себя, в том числе, провожу, потому что, есть повод, ну, это, приодеться, приодеться, выйти в люди, пусть так, онлайн, вот, и пропускать поток, это тоже общалась с интересной парой, классные ребята, как раз таки, вот, близнецовая пара, и они мне сказали, в основном, с женщинами общаясь, может быть, сделаем совместный эфир, кстати, мы тоже наметили, вообще сейчас какая-то тема совместных эфиров, такая пошла, она мне сказала, что тебе надо больше идти в свою миссию, прям шире, и тогда, ну, это приведет тебя к твоим счастливым отношениям, ну, не зацикливаться, но я уже сама поняла, какое-то время зато, что вообще мне надо отпустить это все, ну, работать, да, практики делать какие-то, но идти больше в свою реализацию, и я сейчас прям ощущаю, как меня подталкивает, вот, моя миссия, там, мои высшие силы, вот, мое высшее я подталкивает выходить, рассказывать о своих процессах, через себя, какие-то клиентские истории, кстати, очень интересные последние, сейчас, может быть, тоже расскажу, без имен, без деталей, но это тоже важно, как сейчас проходят трансформации, как идет такое массовое очищение, перестройка, пересборка, буквально наших личностей, да, как отпадают какие-то куски старые, где-то болезненно, и как мы сейчас все пересоздаемся заново, блин, вот, вот, да, и я чувствую, что, да, моя, моя миссия здесь, это помогать, как раз проходить самой процесс, рассказывать про эти процессы, потому что это тоже помогает, я сама, когда слушаю других мастеров, и какие-то вот истории отношений, любви, мне вот это очень помогает, потому что я понимаю, что я не одна вот так колбашусь, это все прохожу, тоже такой терапевтический эффект имеет, соответственно, ну, я надеюсь, что для кого-то из вас тоже это будет какой-то терапевтический, исцеляющий эффект нести, вот, вообще на удивление уже тоже делилась, что сейчас, вот, последние недели, как-то я очень сильно закрепилась в таком состоянии, ну, практически счастье, оно, конечно, иногда ярче, иногда то погода, то еще что-то немножко, оно затухает, но все равно, вот, такое, просто очень какое-то, такое светлое, наполненное состояние, и состояние целостности, когда ты понимаешь, что все при тебе уже есть, все в тебе уже есть, ты окружен просто изобилием, благами, и это в большей степени, даже, ну, не какой-то финансовый, да, я сейчас не живу, как с Фредом на Вилле с прислугой, вот, сколько там у нас, трехэтажный, с огромными помещениями, восьми или десяти комнатами, но при этом внутри, наверное, вот сейчас у меня как будто бы даже больше становится, изобилие, и вот это состояние какое-то, вот, я не скажу, что я как-то скучаю, страдаю, я понимаю, что я на своем пути, и что все как надо, и спасибо тому опыту, но сейчас создается новый опыт, и создаются на тонком плане уже другой союз, и очень интересно это все происходит, так, 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 теперь я завис в контакт, все, все луха, все луха, о, я вижу ваши плюсики, хорошо, благодарю вам, ладно, тогда немножко про оттажение, собственно говоря, вот про трансформационные процессы, как раз где-то у меня тут это все, так, да, ну вот по поводу религии, в общем-то я уже, наверное, упомянула, да, там нет еще записано, откуда берутся те же религиозные войны, вот сейчас все в курсе, наверное, события, израиль, мусульманский мир, да, понятно, что там большие силы играют, и понятно, что там, ну, большие Грегоры сталкиваются, понятно, что там не без влияния Соединенных Штатов, да, ну, то есть, соответственно, это все противостояние даже не Израиля, а как раз-таки Соединенных Штатов и других стран, которые они пытались подавлять долгие годы, но суть еще в том, что, блин, суть еще в том, что как раз-таки, когда когда люди цепляются за долгомые концепции, конфликты, да, то вот это и ведет к разделению, и в итоге может приводить к войнам, да, то есть, вот, типа, правильные люди, когда мы начинаем делить людей, что вот эти правильные, да, а вот эти неправильные, что вот эти женщины, которые сексом не занимаются или занимаются только ради рождения детей, она святая буквально, да, а вот другая, она прямо грешница, это тоже разделение идет, и вот эти все разделения, это от темных сил, ну, по большому счету, да, да, это часть игры, да, эти темные силы тоже нужны для нашей тренировки, да, наше развитие, это все божественно, но это все уже не служит нам, вот, то есть, можно по-другому, да, можно по-другому, вот, значит, про православный Грегор я сказала, да, почему еще вот тоже, да, мне порадовало, что вот проводник наш Мариша, да, то есть я четко видела, как она классно работает с энергиями, да, хотя она в православном Грегоре, для меня это вот чистый проводник, она нам говорила, ребята, просите больше, не стесняйтесь, да, вот это произобилие, там, заказывайте, не просите, не стесняйтесь, мы много смеялись, вот, дальше, 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 так, а, вот еще, смотрите, помечено у меня, упоминала на одной из прошлых трансляций, принцип «быть, действовать, иметь», я, по-моему, там сказала «быть, чувствовать, иметь», ну, это тоже, наверное, имеет смысл, но, по сути, вот, сейчас мы все учимся закрепляться в новой парадигме, да, как раз 5D реальности, вот этой новой реальности, быть, действовать, иметь, а не наоборот, как раньше, иметь, действовать, быть, раньше, и вот отслеживайте, в каких вы моделях находите, потому что, как только мы попадаем в модель «иметь», да, «иметь, действовать, быть», сейчас расшифрую, мы скатываемся в старую матрицу, что такое «иметь, действовать, быть»? Вот я буду иметь свой большой дом, тогда я буду действовать, как счастливая женщина, хозяйка большого дома, богатая женщина, и я тогда стану счастливой женщиной, да, то есть мы привязываем свое состояние к каким-то материальным объектам. Или же, вот будет у меня мужчина, вот тут рядом со мной, которого можно потрогать, я тоже в каком-то смысле попалась в эту ловушку, да, в своих квантовых отношениях, потому что, ну, вот старые программы говорили, что, ну, вот надо же быть рядом тогда, тогда я буду действовать, как вот счастливая женщина при мужчине, и тогда я стану этой счастливой, любимой, любящей женщиной. А все наоборот. Суть-то в том, что задача нам перевернуть эту цепочку и сначала быть, действовать, иметь, то есть стать этой счастливой, любящей, любимой женщиной. Вот сейчас я к этому прихожу, когда можно, неважно, что там на физике, можно быть уже сейчас счастливой, любящей, любимой женщиной и ощущать эту любовь, что она есть все равно. Да. И мне приветы, кстати, от любимой приходят постоянно. Ну, не напрямую, через разные знаки, напоминания, подсказки. Вот. Быть, затем действовать, как счастливая женщина. Если мужчина слушает, понятно, на себя переводите, как мужчина. Действовать. И тогда оно с тонких планов уже, вот это, через это состояние, через эти образы, через ваши новые действия, оно постепенно проявляется в реальности, так или иначе. Там, этот мужчина, не этот, но вы создаете свою классную пару, если вы хотите отношения. Вы создаете свой прекрасный дом, он как-то проявляется в реальности, притягивается к вам. Вот. То же самое с финансами, там, с реализацией, да. Вот, когда я найду себя, найду свое дело, начну зарабатывать, любимое доходное дело, тогда я стану сейчас счастливой. Нет. Вы сначала становитесь счастливой и раскрываете в себе вот это ощущение реализованности, начинайте действовать из этого состояния, светить, как можете, кому можете, так или иначе, да, делиться своими талантами, и тогда вы становитесь успешным специалистом в какой-то момент, или хозяйкой, хозяином любимого дела, или состоятельной женщиной. В общем, вот я проговариваю, для себя, опять же, тоже проговариваю, чтобы уже не залипать на, в обратную, не сваливаться в обратную цепочку. Сейчас все в новой реальности, мы все творцы реально, мы входим уже в свою роль, истинную роль творцов, когда мы все творим этот новый мир и свои ситуации, и это не просто какие-то слова, а это вот прямо ощутимо, вот оно, оно так и есть. Ух! Вот. Что еще? Дальше. А, про полигамию, моногамию тоже хотела кусочек небольшой. В прошлый раз я начала про, так, про женскую полигамию, про себя рассказывала, что я даже думала, да, и увлекалась немножко даже вот этой темой полиамории, когда можно иметь несколько любимых, вот. И в этом, опять же, ничего плохого я до сих пор не вижу, но я просто все больше понимаю про себя, что это было от того, что я искала своего, что я вот в каждом отношении, я поняла, что что-то мне не хватает, что есть какая-то дыра как будто, есть что-то, что, ну, вот как будто он не совсем мой вот этот мужчина, там он с кем-то на 80%, с кем-то на 90% даже, может, процентов, ну, вот, не совсем, да. И сейчас, когда я все больше ощущаю, вот, кто такой, что такое мой мужчина, какая у него энергия, вот, да, я понимаю, что, в общем-то, моя эта полигамия, она постепенно сходит на нет, да, я могу общаться с мужчинами, встречаться даже, может быть, там, массажи я иногда делаю мужчинам, но это все равно уже другое, да, уже нету того вот этих поисков, поисков, поисков. Наверное, еще потому, что я нашла свой внутренний мужчину, все-таки, вот что-то такое, знаете, что мои внутренние мужчины, женщины, они все больше уже, наконец, не просто встретились, узнали друг друга, они уже поняли, что вот, да, то есть это все так же изнутри наружу, то есть если раньше они там, был какой-то еще дисконнект, было много еще травм, искажений, которые мешали, вот этому союзу внутреннему, это же внутри, вот этот союз мужского и женского, он же проявляется тоже изнутри наружу, и получается, что он был, ну, какой-то частью, да, вот здесь как-то они соединялись, грубо говоря, где-то по верхам соединились, мы внезапно не очень, или как-то наоборот, вот, и я вместо того, что я, конечно, шла вглубь, но все равно же мы привыкли вовне это искать, да, внимание, оно уходит вовне, и это тоже неплохо, потому что через какие-то отношения я также узнавала себя, проходила какие-то трансформации, но когда сейчас все больше вот такое соединение вышло, такое, да, уже, мужского и женского, уже, просто ты уже знаешь, что твое, что не твое, и уже не надо бегать, искать, так вот, что мне еще пришло, тоже осознание, что у мужчин это то же самое, это не значит, что надо оправдывать там каких-нибудь полных бабников, да, которые там за каждой юбкой бегают, но опять же, они бегают, потому что у них какие-то есть потребности, которые важно удовлетворить, не потому что они такие гады, да, но часто же бывает, что вот мужчина, даже он, может быть, жена, он все равно смотрит куда-то на сторону, или он перебирает, казалось, да, не отношения, потом другие, но это тоже, это даже не про полигамию, скорее всего, все-таки, да, как бы не говорили, что биологически мужчина должен там осеменить, да, это, наверное, тоже работает как можно больше, там, самок, а если посмотреть с духовной точки зрения, то часто, как раз-таки, мужчина так же подсознательно ищет свое, да, вот это отражение своей внутренней женщины, своей внутренней женской энергии, и поэтому он вот мечется, и многие же мечутся там годами и жизнями, и вот что мне сейчас еще открывается, что мы многие жизни так вот искали, да, там, страдали, бегали, далеко не всегда получали вот этот вот союз желаемый, и сейчас как раз время благодатное, чтобы складывались вот эти божественные союзы, когда все совпадает, когда ты встречаешь свое, и очень вокруг меня сейчас очень много таких интересных историй, даже думала, то ли плейлист, то ли вообще канал какой-то создать про историю любви, потому что очень необычные, совершенно какие-то фантастические, это настолько интересно, это столько там мистики, вот это просто, слушаю там каких-то тоже женщин в основном, здесь-то с кем-то лично общаюсь, это очень волшебно, это про полигамию, что еще, да, еще немножко продолжения, да, про отношения, вот если вернуться даже к моим отношениям с Фредом, при том, что там много было и совпадений, и классного, ну, и созвучия много было, но был какой-то процент, который все равно, я вот это чувствовала, что как будто вот не совсем, не совсем, а самое интересное, что Фред чувствовал даже сильнее, чем я, где-то он чувствовал, что я, ну, не принадлежу ему целиком, и как это проявлялось, было две яркие ситуации, как минимум, когда я еще вообще даже не думала расставаться с Фредом и куда-то там уходить, где-то тоже я упоминала уже эту историю, повторюсь просто, я ездила с подружкой когда в Казань и поместила у себя там, как обычно, я люблю пост, в путешествия, фотографию с нашим экскурсоводом и сказали, там, ну, молодой мужчина, высокий, худощавый был на фотографии, и Фред не стал писать через какое-то время, это что, это вот типа он, а он знал там про Костю, вот, про моего вот этого, близнеца, и, ну, или квантового воронюра, я тогда так удивилась, потому что я вообще, особо я и не думала про этого Костю, прекрасно, и, я собиралась долго счастлива жить с Фредом, да, строили какие-то долгосрочные планы, не было у меня никаких мыслей о расставании, там, тем более, ну, я знала, что Костя, все, глубоко семейный человек, все, вообще не смотрела практически в ту сторону, иногда только где-то оно там семило в душе, спас какие-то воспоминания, но оно не было на сознательном уровне, что это мой мужчина, и получается, Фред вот это чувствовал, и еще тоже, вот эта история с этим кулоном, где обнимаются мужчина и женщина, как-то тоже я показывала поближе, там парочка так обнимается, я его сама себя купила, именно в период, когда стала активно работать с мужской, женской энергией, купила просто для гармонизации мужской, женской энергией, опять же, у меня никаких мыслей не было про какого-то другого мужчину, кроме Фреда, была мысль, вот, ну, просто внутри, и Фред начал ревновать к этому кулону, вот, прямо он ему не нравился, ну, как-то вот он так недовольный, я помню, когда я его одевала, я даже удивлялась, ну, что такое, ну, это же нормально, как раз на наши отношения будет работать, кроме вас, а сейчас уже задним числом, я понимаю, я понимаю, что он, видимо, подсознательно тоже чувствовал, что мой внутренний мужчина, это не он, да, то есть, ну, и он почувствовал, что если я буду идти вглубь, вот, исцелять, исследовать эти мужские, женские энергии, то я уйду от него, потому что там, другая, другие энергии, там другой мужчина, ну, то есть, внутренней, в глубине, да, вот, энергии другого мужчины, это настолько вот все, знаете, настолько интересно, вот, и главное, что потом разворачиваются со временем какие-то детали, моменты, которые ты, не обращался внимания или не понимал, через время ты смотришь и понимаешь, как пазл такой складывается, почему оно было так, почему, вот, так, ну, опять же, да, вот, то, что там у нас была ситуация, когда его жена тоже, жена моего, квантового мужчины, тоже писала, вообще не было еще никаких предпосылок, было года два с половиной назад, наверное, мы иногда просто с ним переписывались, ну, потому что, в любом случае, я ощущала, что ты очень близкий человек, и я скучала, конечно, но у меня не было никаких мыслей, что вот, там, какие-то отношения возможны, и его жена, я уж не знаю, как взяла переписку, ну, может, он ей рассказал, увидел переписку, она стала писать Фреду, что, ай-яй-яй, ну, что-то такое, про это мне не показывал сообщение, типа, настучала, пожалуйста, опять же, если бы, это была истинная пара, да, там, не было бы, то есть она, как и Фред, она, скорее всего, тоже чувствует, поэтому ей тоже не позавидуешь, ну, по большому счету, когда ты живешь с человеком, и ты чувствуешь, что он не твой, ну, скажем так, по божественному замыслу, что он временно, ну, как вот я, да, с Кириллом, в какой-то момент я просто сейчас, это не мой мужчина, да, потом уже ближе к концу отношению с Фредом, я тоже уже стал, ну, нет, вот, и она, видимо, тоже чувствовала и чувствует, и это тоже непростое испытание, да, вот жить с мужчиной, и понимать, что, ну, возможно, если по социальным меркам, да, вот он твой, по паспорту он твой, он отец твоих детей, но по высшим каким-то меркам, да, получается, что он не твой. И вот, понимаете, здесь, когда на тонких планах нет вот этого истинного соединения, да, не зря же вот это выражение, божественная пара, браки создаются на небесах, да, даже в религии же говорят, да, что браки сочетаются на небесах, и я сейчас, когда в этом думаю, я понимаю, что это не про венчание, потому что, вот опять же, обряд венчания, невозможно, что и хороший обряд, но если венчаются два человека, которые не предназначены друг другу, свыше, скажем так, на тонких планах, они не пара, на уровне души, они не пара, то, или страдать, опять же, вдвоем, потому что мы венчаны, или обряд развенчания, но опять же, в этой поездке мне девушка вот это же сказала, что не делают, ну, я слышала, что вроде как делают, но это, видимо, разные есть мнения и течения какие-то, что нельзя развенчаться, но даже если можно, то это, я так понимаю, что это очень непросто, это не как даже развод, да, светский, а это очень непросто, поэтому, я, наверное, понимаю, что я бы не хотела венчаться, просто, ну, опять же, если ты сто процентов понимаешь, что это твой партнер, то можно венчаться, но с другой стороны, тогда зачем, да, там уже такая связь, такое единство, когда оно есть выше, то там даже, ну, не обязательно подкреплять это все какими-то ритуалами, и наоборот, можно бесконечно подкрепляться штампами, ритуалами, обрядами и прочим, но если вы там не соединены, то это все будет временно все равно, вот такая вот штука, наша веселая жизнь, опять же, один из взглядов, я просто делюсь тем, как я это вижу сейчас, а что-то на самом деле, может, мы вообще все спим, и просто видел сны, про нашу земную жизнь, то таки проснемся, что это было, на это просто был сон, ну так вот, так, ну давайте на самый последний, что я уже ничего много всего, а, я хотела вам еще рассказать про консультацию, ладно, давайте потом уже все, что мне лениво, уже наболталось, вот опыты, примеры, как мы разгребали как раз вот эти вот искажения, мужского и женского, в принципе, всякие заторы в психике на индивидуальных сессиях, на ТЭТО-клубе, у нас очень интересные тоже трансформационные процессы, проходят такие образные, красочные, это в следующий раз, а самое последнее, наверное, это то, что вот именно, когда встречаются две такие половинки, но половинки в кавычках, потому что их задача как раз стать целостными каждому, то мы можем действительно почувствовать любовь божественного мужского и божественного женского, на самом деле, наверное, можно через разных людей чувствовать, но когда действительно есть вот этот резонанс, есть вот эта вот любовь, которая выше личности, то действительно через партнёра, через мужчину, женщина может просто ощутить любовь божественного мужского, как будто Бог тут проявляется, и любит тебя, и наоборот, для мужчины то же самое, мужчина может соприкоснуться с божественным как раз через женщину, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, дорогие, пишите потом вашу обратную связь, что вам откликнулось, если у кого-то, ну, особенно на ютубе, я знаю, тоже меня находит, какие-то волшебные истории есть, но не только, и вконтакте, пишите, можно пишите мне в личку, если хотите, какой-то совместный эфир, или рассказать свою историю, мне прям очень интересно эту тему исследовать, вот, приходите на эфиры, да, подписывайтесь в Телеграм, Телеграм-канал, вот, кто в Питере, приезжайте на живые встречи, пообниматься, мы всегда там и обнимаемся, и, в общем, тоже любим друг друга, ну, через, через нейрографику, через практики, очень так классненько, получается. Все, дорогие, всем пока, до новых встреч!